могу рассказать вам один случай который со мной произошел и полицейским сразу буквально на вторую неделю или первую неделю пребывания здесь канаде так как у нас в украине можно на левые моргающие то есть на светофор с левой стрелочкой ты можешь не только повернуть налево но также развернуться в обратную сторону я здесь а здесь это запрещено только вот налево поворот я это сделал ночью по моему дождь был какой-то мне на я искал адвоката украинская для перевода одного документа я смотрю зеленая стрелочка загорается мне надо навигатор показывает в обратную сторону развернуться я разворачиваюсь на большом перекрестке в центре города прям перед носом перед передним бампером полицейского я могу представить его чисто состоянии понимания происходящего я разворачиваюсь и еду еду-еду вообще без задней мысли смотрю водки там сент-джонсон есть такая стрит улицам поворачиваешь направо все я поворачиваю смотрю за мной как эта машина едет 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 не отстает я паркуюсь уже напротив этого здания который нашел все-таки в конце концов и он тоже не включается мигалу я понял что полицейский он приходит здравствуйте все я начинаю искать свои права достаю влезу свой внутренний карман он раз за пистолет схватился дуне-не-не-не-не это я хочу вам права показать он да да что говорит вы знаете что вы нарушили не то что за нарушение объяснил причину остановки сам саму причиной как это все произошло я посетовал на только прибытие с украины буквально на днях у нас так разрешено у них тут так причем взял мои права посмотрел не отпустил меня спасибо ему большое я не помню не помню его имени но спасибо тебе большое полицейские туда офицер то есть он вошел положение представил ситуацию в украине содрали бы уже последнюю копейку и стоят украинцы в этом здании они верят ну насколько вас оштрафовали долларов 300 350 что после того как я им это все рассказал арю нет вообще просто принял мою как бы позицию до понял меня и все отпустил он они так удивились почему как вот так вот это канада кстати насчет кто смеется над кличко до мэром киева прекращайте это делать я разговариваю на трех языках английском украинском русском то с родителями на русском на работе на английском дома жена на украинской мове была на мэне с винницкой области и я то переходжу на украинскую мову то российской мовы спилку и со зная а еще я трешки знаю дач и чьи проект не зерланиц топ-то клыя противов все нич я там подучил этот язык поэтому когда ты строишь предложение в каждом языке это по-разному у тебя просто замирают как бы застывают мозги то же самое происходит с кличко поверьте он парень мужчина умный вообще знаю там 5-6 языков что-то поверьте это не от того что он такой боксер и все мозги повыбивал просто ищет с нужное слово и в нужном порядке поставить я представляю как там на немецком английском русском это все он сковеркано это все в одной голове так что прекращайте смеяться над кличко значит насчет своих водительских прав скажу так что я приехал и через две недели сдал на права через здесь настолько все просто все знаки разметки все это очень очень просто для понимания и для тех людей но мой совет я вообще как поступил я такой человек предусмотрительный я все делаю на два-три года вперед у меня уже план это расписано на пять лет вперед и я своей жене заставил чтобы она получила права украинские еще будучи в украине почему потому что если ты приезжай сюда у тебя нет прав ты начинаешь ходить на курсы тебе надо отходить там энное количество часов заплатить сумасшедшие деньги за это да там порядка там до 1000 долларов тебе это выйдет зачем если в украине то можно было сделать сделать 100 200 долларов то есть как бы вам мой совет получаете в любом случае в украине права приезжайте здесь пересдавайте и вам это обойдется там 20 долларов от силы там 30 долларов все на тот момент это был ноябрь 2015 значит я сдал все с первого раза теорию 50 вопросов насколько мне не изменяет память я одну ошибку допустил не перевел правильно одно слово и допустил ошибку и был driving test это вот тест на вождение от у всех очень большие проблемы значит все сдают там с 3 4 5 раза не знаю я сдал с первого раза у меня опыт сумасшедшего вождения я мог там стать в бельгии в брюге 6 утра и приехать через полтора суток киев через всю европу вообще без проблем благодаря там также моему там коллеги бывшему другу нынешнем существующему саша жерновой тебе привет спасибо тебе большое я тогда выручил мы менялись а спали там 45 часов где-то в польше не помню что на лезть но сам факт это для меня там сто сто пятьдесят тысяч километров проехать украинских километров проехать в год на машине это равняется наверно как 300 400 здесь канаде вообще ничего и для меня этот тест был не очень сложно некоторые сдают его тому сложно и берут курсы всякие то есть это индивидуально зависит от человека от его опыта вождения но они очень любят вот чтобы check holder был смотрел там поворачиваешь да я там прям как на публику играл я для инструктора я ехал я и так вижу что я там контролируя всегда когда еду я думаю не только за себя думаю со всей машины участников которые попадают в поле зрения что они будут делать то есть и я на публику для него играл я поворачивался там чуть ли не на 180 градусов смотрел куда там налево направо поворачиваю единство меня была ошибка он сказал при вождении это то что ты включаешь поворот заранее а потом ты только начинаешь shoulder check это проверка поворот плечом проверяешь и она объясняет что я все сканирую глазами и все в зеркалах он говорит да это я понимаю у нас по процедуре ты должен повернуть сначала shoulder check сделать проверку плечом а потом включить только поворот но это не твоя ошибка это просто ошибка твоего опыта ты это давно уже так делаешь и поэтому все нормально то есть он остался довольный я получил сразу права права стоили 25 долларов тот момент